Дети подрастают и в какой-то момент они хотят иметь карманные деньги. В некоторых культурах, допустим, в американской, принято так, что ребенок сам зарабатывает себе на карманные деньги и сам распоряжается и тратит ими. Стоит ли эту практику продолжать, внедрять в других местах или, может быть, давать ребенку вот эти карманные деньги за хорошую учебу, за примерное поведение и так далее? Как вообще регулировать вот эти процессы? Вы понимаете, вы спрашиваете меня, как вести себя правильно в неправильном обществе. Да. И поэтому я очень смущен возможностью здесь ответить. То есть решения могут быть какие-то частичные, временные. Пока что мы не создали чего-то правильного на самом деле. То есть вместо сломанной ноги придать еще и костыль, чтобы человек ходил. Но это только же временная вещь до тех пор, пока мы действительно не сможем его вылечить. Поэтому я заранее оговариваюсь, что эти советы мои, они не базируются на именно исправленных свойствах человека и его отношения друг с другом. Я просто спрашиваю, зачем человеку, если он находится в домашних условиях и в школе, о которой мы говорили, зачем ему еще нужны карманные деньги? Мы таким образом должны организовать его досуг, его поездки, походы, путешествия, игры, все, что ему надо, так, чтобы он не чувствовал, что он нуждается в каких-то деньгах, которые может реализовывать как ему угодно, чтобы его реализация максимально была вместе с его товарищами, дать ему все, что угодно, только в рамках той группы, в которой в том числе находятся и его эти воспитатели, незаметно так вместе с ними участвуют и так далее. Я не предполагаю в том обществе, которое я себе представляю, наличие этих дискотек или игорных домов, или еще там каких-то развлечений таких, которые мы не могли бы в другом виде, в более правильном, благотворном, дать нашим детям. Поэтому я не знаю вообще, а где тут может быть, где здесь может быть место для денег. Понимаете, я знаю, что у меня есть такие примеры из других культур, где дети, в принципе, практически не получают денег. Они получают все внутри тех рамок, в которых они воспитываются, и у них есть там все. Что тебе необходимо? Мороженое, тебе необходимо фильм, тебе еще что-то. Все это есть перед тобой. Но деньги, они развивают индивидуальность. И ставят сразу же одного противоположность другому. И появляются какие-то отличия между детьми. Появляется уже борьба, конкуренция, покупка кого-то за что-то. Поэтому, если мы желаем создать общество, которое будет основано на принципах, когда каждый будет потреблять в разумных количествах то, что ему надо, в самых комфортных, но в разумных, и все остальное будет устремлено на правильное взаимоотношение между людьми, чтобы раскрыть в нем, в этом правильном взаимоотношении, высшие силы, высшее существование, то для денег практически места не должно быть. Так же, как и в семьях. Потому что, в принципе, мы должны устремиться к тому, чтобы у каждого было то, что ему надо. И поэтому использование вот таких вот методов общения, как товарно-денежные отношения, они должны сводиться к минимуму. Я думаю, что в итоге мы начинаем видеть это из нашей жизни. В нормальной жизни обычного человека, если он только не занят всякими сумбурными своими идеями, у него существует нормальный запрос, что ему надо для жизни, сколько ему надо для жизни. Ну, может быть, недостаточно то, что ему кажется, так еще, допустим, 50% добавив ему всего. Но, в принципе, есть определенный набор, так сказать, семейный, который необходим для семьи. Если люди в этом объеме существуют реально правильно, если они ощущают, что это у них есть и будет, то все остальное уже теряет свою важность. И существует как нечто такое дополнительное. И то, даже и это дополнительное можно постепенно-постепенно вмещать в необходимое и достаточное. Это мы видим из всевозможных исследований, когда люди рассказывают о себе в статистике. Видно, насколько, в принципе, можно очень просто не ограничить человека, а дать ему такое ощущение, главное, безопасности, главное, уверенности, что и завтра у меня будет то же, что и сегодня, что он при этом попадает в такое состояние равновесия внутреннего, удобства, что люди платят большие деньги для того, чтобы на две недели уехать куда-то на полное обеспечение. Жить, чтобы за тобой убирали, чтобы тебе готовили, чтобы ты только повалялся так в шезлонге под солнышком или еще как-то. То есть, а если у человека дать такое ощущение, что у тебя это есть, в общем-то, пожалуйста, мы друг друга взаимно обеспечиваем такими удобствами, таким комфортом, и все, и пропадает очень много излишеств. Тем более, здесь еще и общество, давление общества, воспитание и так далее. То есть, это не такие уж заоблачные, недостижимые ценности или правила, к которым мы должны прийти.